Выйдя из этой аудитории, мы будем понимать не больше, чем когда вошли. У нас здесь рыцари полукруглого стола, популяризаторы и контрпопуляризаторы истории, кто за что мы узнаем в течение нашей дискуссии. Но основная задача стоит в том, чтобы понять, каким образом история существует сегодня в обществе и, если что, ответить Академию в широком смысле, научному сообществу на общественные запросы и принять участие в многих существующих сегодня исторических дискуссиях. У нас сегодня в крупном столе почетный гость Дмитрий Прокорова, издатель нового литературного обозрения, главный редактор. И мы надеемся, что увидим взгляд не только историков, но и издателей на существующие проблемы популяризации истории. Сегодня, как, возможно, вы читали в сетях обсуждение, предваряющее дискуссию, существуют разные подходы. Есть понятие public history, есть понятие usable past и многие другие, которые входят в обиход, в том числе и академический, потому что есть такие, например, магистрские программы, изучающие то, каким образом донести академическое знание до публики. Но, чтобы начать, учитывая, сколько много нам надо сегодня сказать как можно раньше, у меня есть небольшая просьба, для того, чтобы слушатели, да и мы сами, поняли, кто с чем, играть в открытую. И участников круглых стола, коротко, на одну-две минуты, понимаем, как это сложно делать, давайте не помещаю, но, тем не менее, объяснить, как по-вашему, что такое популяризация и какой достойный пример вы видите. Например, чтобы объяснить, вот я считаю, что популяризация истории, это когда источники онлайн есть, и человек может узнать о своем деде, понять, какие у него были медали, как он провел войну, например. А если бы меня спросили, кто такой знаменитый популяризатор, я бы, наверное, из западной литературы назвал Хабсбаумом, а из российских ядерных. Вот так вот, чтобы мы поняли, о чем мы будем говорить, потому что реально мы знаем, что все будут говорить о разном. Но, если коротко, чтобы у нас была такая затравка для общей беседы, а кто мы пойдем своим чередом? Давайте прям, Аркадий Юрьевич, можно? Спасибо, Аркадий Юрьевич. Да, очень популярный ход, не по старшинству, а с точки зрения какой-то другой. Судьба пошла. Судьба пошла, да. Коллеги, очень коротко, нужна ли популяризация истории? Безусловно, нужна и должна быть. Второй вопрос и другая проблема. Насколько эта популяризация востребована в обществе? Мне думается, что общество в этой популяризации нуждается гораздо меньше, чем мы историки. Мы говорим с обществом на совершенно непонятном дарабарском языке зачастую. Общество от нас, от историков бежит. Если говорить о хорошем примере популяризации, я могу назвать, например, книгу Водоласкина «Лавра». К этой книге могут быть определенные вопросы, но это пример того, когда академическое знание, обернутое оболочкой художественной литературы, может быть воспринято обществом. Я тоже уверена, что нужна. И даже как пользователь скажу, хотя бы потому, что это интересно, мне кажется, публике достаточно грамотной. Даже уже на этом основании, по-моему, надо, почему нет. И что касается удачных-неудачных примеров, так как моя область Египет, это область во многом многострадальная, если говорить о публилизации, потому что здесь легко клиенту баки забить, зная пару иероглифов по наслышке. И много красивых памятников Водоласкин. А если говорить об удачных или неудачных примерах, мне кажется, что и удачный, и неудачный пример, это, например, передачи, которые очень многие мои коллеги делали на русском историческом канале. С одной стороны, это удачный пример, потому что там говоришь час, и тебя не направляют, не обрывают, тебе дают возможность высказаться по полной. А что касается неудачных, видеоряд, к которому мы не имеем, почти не имеем доступа, а если имеем, то это тоже очень сложно. Опыт показывать телевидение без видеоряда, это немножко странно, по крайней мере. А по содержанию, по контенту эти передачи гораздо лучше, чем, вот что тоже и удачные, и неудачные, у нас, как всегда, пример, документальные фильмы BBC. Это считается чуть ли не эталоном. Мама моя, в последние годы то, что они делают с Египтом, лучше не надо. По разным причинам. Так что и там не все хорошо. Так что вот так. Она нужна, она необходима не только для широкой публики, но она необходима и для смертных специалистов, потому что действительно какие-то моменты проясняются. Она необходима только в том случае, если только пишут профессионалы, а не любители эту организацию, тогда она действительно бывает достойна. Из наиболее эффектных примеров, к сожалению, могу вспомнить только старые. Могу вспомнить, такая была замечательная волна действительно продиктованной и вообще неполитической ситуации. Это конец десятых, начало 20-х годов, когда все наиболее крупные, я возьму историков и историков культуры, скажем, Тураев или Корсавин или Зелинский, в издательстве «Одни» начали писать популярную литературу. И по сей день эти книги по-прежнему, даже не столько популярные, сколько они, носят такой вполне научный характер. И то же самое получилось у нас в 60-е годы, когда всплеск такой популярной литературы, не только естественной, но и гуманитарной, был очень велик. И когда в «Татье наука» возникла силу таких бумажных перегрузчиков и научной литературы, скажем, там выходили книги, к ним требование было такое, чтобы они были популярные, но они часто носили вполне серьезный научный характер. Скажем, лучшая книжка Баткина, «Виталерский бумагист при жизни и промышлении», она вышла именно в популярной серии и как популярная литература. Поэтому популярная литература нужна, необходима, важна, и она часто важна не только для читателей, она важна и для самих авторов, и во многом она всегда позволяет и двигать и науку вперед. И последнее, я долго задержался, и последнее. Есть одна опасность любой популяризации. Это модуль популяризации лекций, популяризация музеев, популяризация культуры. Когда те люди, которые считают, что они должны эти знания нести в массы, начинают снижать уровень этой популяризации. Это самое страшное. Потому что должно быть всегда обратное движение. Не популяризатор должен спускаться до публики, который что-то не знает, а наоборот, он должен стараться поднять публику до этого знания. И об этом Сарина хорошо писал в своей последней книжке Мэн Штенга «Год о решении», когда он анализировал ситуацию в вымысле республики, и книжка вышла в 33-м году. Он как раз и говорил, что как только мы начинаем опускать наш уровень образования, наш уровень культуры, тогда и получается то, что получается в 33-м году. Я, чтобы добавить и при этом не повторять, продолжу мысль Ивана Владимировича. Вот пример приведу такой. У меня был друг, его не стало несколько лет назад. Он возглавлял во Франции издательство «Бель Летта», которое издают, ну, типа, той, но любой, но всю классическую литературу, греческую, латинскую. Он вот 40 лет издавал классиков, и недодолго до смерти он мне сказал, «Знаешь, каждое поколение должно переиздавать всех своих классиков, иначе они умрут». Мысль простая, но очень дорогостоящая, и даже крупные нынешние государства с этим не справляются, а у нас ситуация вообще почти актура. Мне кажется, что для того, чтобы популяризация как раз возвышала читателей и поднимала его к прошлому, а не к прошлое к нашим вкусам подворачивала, у нас должна быть такая вот общество, должна быть основа из многих-многих-многих книг, которые включают в себя всю мировую классику, и тогда в Египте тут тоже будет лучше. Вот, понимаете. И последнее, вот верно, что профессионал должен писать. С другой стороны, знаете, бывают такие ситуации сложные, но, например, профессиональный индолог Йохан Хьюзинга, пережив Первую мировую войну, пишет лучшую книгу о средневековой культуре. То есть совершенно не по теме, да, но в 20 веке мало что может сравниться. Вот, но ему было на что отбереться. Вот, надеюсь, что и нам тоже просто повезет. Я тоже бы сказала, что культурализация чрезвычайно важна, потому что как язык, так и общая память, это все-таки стержень цивилизации, и без этого он умывается, и мы теряем себя. Я бы не согласилась с первым оратором, потому что, мне кажется, востребованность подлинно научно выверенного знания в обществе очень сильна, и мы, может быть, единственная страна, где историкам тотально не доверяют, к сожалению. Поэтому тем важнее, чтобы это же было сделано научно, грамотно, академичное доказательство, потому что мы все устали от проектов идеологически, пару обусловленных, которые подменяют, в общем-то, реальную историю какой-то совершенно отнюханной, и тем более подрывают основы доверия к нашей профессии. Поэтому, мне кажется, здесь есть о чем говорить. А если вот не отследовать там, о чем уже было сказано, можно бесконечно прочитать примеры прекрасных популяризаторских работ великолепных аквоспециалистов. Но мне хотелось бы тогда уж унести еще один оспех. Например, музейный проект, как телевизорский, такой синтетический проект, исследовательский. И примеров тоже можно привести немало. Для меня в свое время, в 90-е годы, было откровением то, что с ума сделал один из ведущих тедороведов, Дэвид Старки. Он сделал выставку так, что он открыл нации присутствия в Англии великолепного ренессансного двора. Вот, это было никаким не снижением, не попыткой рассказать на пальцах, что это такое. Это была потрясающая художественная выставка, помещенная в исторический контекст так, что все ахнули сказать, боже мой, оказывается, у нас был высокий ренессанс. Вот это пример очень хорошей ренессансы. Спасибо. Я, как издатель, я, оказывается, педиатору между небом и землей, между публикой читающей и, соответственно, гордой науке себе академической науки. Хочу сразу сказать, что интерес к истории, не только в нашем обществе, а по всему миру, просто растет геометрической прогрессой. Как издатель, могу вам сказать, что за последние 5-6 лет интерес к омфикшену, популярной истории, популярной науке, просто идет по восходящему. Это очень важный симптом. Это означает, что общество, оказавшись в акроме идей, серьезных новых смыслов, оно ищет эти новые смыслы именно в науке. Понятно, что специализированная наука недоступна читателю, а у нас есть традиция в России писать так, что действительно коллеги со смежными специальностями не могут понять. И в этом смысле в связи есть большая проблема, я сейчас говорю об отечественном знании. Это глубокий недемократизм. Это непопуляризация даже среди, собственно, академической среды. Попытка не вырабатывается общий научный язык, который позволяет обмениваться знаниями внутри друг друга. Я уже не говорю о том, что наше общество совершенно оставлено профессиональными историками. Я приведу один пример, и он очень ярко характеризует, что происходит в общественном сознании, когда историческое сообщество не пытается внедрить в свою систему идей и знаний в общество. Была на одном форуме, где выступал такой, в общем, брутального вида молодой человек, который, как выясняется, работает с детьми, у него какая-то патриотическая организация, и он работает с его полученными, с его больными. Я спросила, а в чем заключается эта работа? Ну, понятно, боевое искусство, оружие и так далее. А также сказал он, значит, мы учим детей истории. Я ему сказала, что эта организация находится в Сибири. Я ему рассказываю на уроках, как Германа защищал в Сибирь от врагов. Вот модель мира, в которой пребывает наше общество. И я хочу сказать, что с моей точки зрения, когда человек учится на профессиональном истории, то, мне кажется, в его идее, в его миссии, должна быть органично заложена идея, необходимость писать для публики. С моей точки зрения, популяризация – это вовсе не банализация смысла. Это, опять же, разработка неспециализированного языка для того, чтобы говорить об очень важных вещах, о системе ценностей, о мире. Потому что современная идентичность современного человека все равно выстроена вокруг модели истории. И так по всему миру. Надеюсь, потом мне удастся как-то развить эту идею. Но я хочу сказать, что как издатель, могу сказать, что, наверное, эталон в каком-то смысле вот такого научно-популярного текста – это, конечно, книга Михаила Леоныча Каспарова «Занимание на Греции», которая наш бестселлер, и мы переиздаем ее каждый год. Ее читают все от 10 лет до 90-х, и в том числе и на разных студентах. Понятно, что вот такой простой может быть какие-то горние и выси, но в англо-социнской традиции, во французской традиции – это давняя, давняя просто часть профессии. И, может быть, потому в этих странах большое количество фундаментальных проблем решены значительно лучше, чем у нас. Поэтому я считаю, что история, написанная специальными историками, должна точно поступать. Ну, я тоже мог бы поговорить. Нам действительно не говорится о темно, о том, что такое бухгаллизация. Я бы интересовался в словарях, например, словарь «синоги» в русском языке. Вот целый ряд выдает терминов к слову «бухгаллизация», которые заканчиваются словом «пропаганда». Действительно, синоги. Ну, суть ли это понятия бухгаллизации? У меня такое ощущение, что бухгаллизация науки – это перевод специализированных знаний для малоподготовленного слушателя. И обратить здесь надо внимание на то, что слушатель все-таки может быть хоть как-то подготовленный, но мало подготовленный. Как-то надо ориентироваться. И у меня тоже сложилось впечатление, что бухгаллизация должна проходить как бы в две стадии. Первая стадия – это, главное, вообще неподготовленного человека как восприятие знаний, которое мы хотим передать. Там нужен один уровень бухгаллизации. А вторая стадия – это уже более-менее подготовленного и готового к разговору слушателя вовлечь в дальнейший процесс передачи ему этого знания. Эти два процесса не надо путать. Они требуют самостоятельной методики. И для того, чтобы не повторяться про удачные варианты бухгаллизации, мне хотелось бы обратить ваше внимание на другой немножко ракурс. На то, что сейчас у нас делается в интернет-пространстве, потому что там очень много возникает проектов, которые ориентированы именно на популяризацию науки. Так вот, на мой взгляд, очень удачным проектом является портал «Постнаука», который в своей деятельности как раз совмещает вот эти вот две стадии популяризации. Есть материалы, которые привлекают вообще непонимающего человека, о чем идет речь, в сюжете для разговора, а есть материалы, которые продолжают уталять голод того человека, который хочет с этим познакомиться, но не знает, куда пойти и как. С этого года портал «Постнаука» стал давать текст о расшифровке выступлений, которые записаны на видео. И я, например, всегда очень, хотя я совершенно не медиевист, но по всей мастер-пространстве, привлекаю выступления Уварова. Вот я считаю, что то, что он рассказывает о Средневековье, интересный человек, который вообще не очень себе представляет, что находится в Средневековье, и для чего вообще эти знания нужны современному человеку. Это вариант популяризации. Я не говорю, что это единственная возможная, самая удачная, но это вариант, который мне, например, интересен. Ну, фактически, Андрей Юрьевич поставил даже не два, получается, вопрос, а три. Насчет того, что такое популяризация, я скажу только то, что она, очевидно, очень многообразна, и в любой форме хороша, есть ли это квалифицированная и отвечающая потребностям, нужным, интересам публики популяризации. Что касается того, насколько она нужна, мне кажется, что сколько, мы не говорим о том, насколько она нужна, она нужна, на самом деле, еще больше, чем то, о чем мы говорим. Даже когда мы смотрим трезво, на самом деле, на то, как даже принимаются политические решения, такие в долгой перспективе, в короткой, в любой стране, то мы в конце концов раскучивая вот эту вот линию зависимости, понимаем, что это в основной, в огромной степени, происходит на основании того, какие знания впитал тот или иной политик, его консультанты, в ходе своего учения в университете, в ходе пребывания в среде, где история популяризируется. Я еще раз скажу, мы никогда не сможем преувеличить на то, то, насколько громадно влияние того, что домосит или через студенческую аудиторию, или как-то еще, вот историк, ответственный, профессиональный, по возможности, яркий, конечно, в другую аудиторию. А что касается примеров, то взгляд у меня и вкус такой очень консервативный. Вот я бы здесь поддержал Ольгу Владимировну Томашевичу. Я считаю, что лучший пример пока, то, что я, по крайней мере, видел, это вот именно час истины на историческом канале, и достаточно к видеоряду, а потому что там выйдет такая классическая, старая модель диспутацию, да, предполагает, что два квалифицированных человека непременно полемизируют друг с другом с большим чувством ответственности перед фактом, перед изложением, перед подходом. И мы знаем, что в средние века Олег все вещи не даст соврать. Кажется, это не слух, только иногда диспутантов приковывали цепями в кафедре, чтобы они друг другу, значит, глаза в ней, так сказать, вырвали. Но до таких крайностей не нужно доходить. Но вот идея того, что есть диспутация, квалифицированных людей, таких неспекулянтов, так сказать, от науки. Вот если один, когда есть другой, и мы в нем разбираемся. Мне кажется, с точки зрения потребителя, и в обществе ничего более интересного, чем это консервативнейшее старое форум, просто не принадлежит. Приколы, да? Невриятно, невриятно. Мне тоже кажется, что потребность в историческом уголовье в обществе есть, она разлита. Но я хотела как раз сказать о той части, о подготовленной части публики, которая тоже жаждет, но нуждается в переводе с академического языка науки на язык собственного. И здесь я хотела как раз указать на визуализацию. Я действительно вижу некоторые недостатки фильма в BBC, но по большей части я просто завидела, потому что это такой путь через показ каких-то антропланически ориентированных проблем, которые заворазумят зрителя как профессионального, так и непрофессионального. И на самом деле здесь вопрос именно в том, чтобы этот фильм исходил от историка, чтобы историк развернул эту проблемацию той проблемой, то есть стороной, которая бы выявляла какую-то интересную проблему. Вот вчера случайным образом я смотрела фильм «История роскоши». Это действительно абсолютно понятно на любом, да, и в то же время как бы… Вопрос о том, как это делается, на каком нужно это делается, это вопрос именно историка, потому что на самом деле все это… у нас, по крайней мере, отгон на откуп документалистов. История приглашается в качестве… И ему связывают руки. Да, он где-то там сидит на периферии, иногда что-то такое не позволяется сказать. На самом деле вот постановка этой проблемы важнейшая, она должна исходить от историка. Это совершенно не наша традиция, и это, на мой взгляд, совершенно неправильно. Я думаю, что на самом деле нет никакой популяризации. На самом деле есть историки, которые умеют интересно рассказывать о своем деле, и есть историки, которые не умеют. Есть историки, которые умеют писать, есть которые не умеют. И я думаю, что историков надо обучить и писать, и говорить. К сожалению, у нас на��를паке, во всяком случае, нет ни курсов русской литературы, ни курса в стилистике, ни курса об лараторском искусстве. А это то, что историку нужно и позависоваться. Кроме того, ведь историк – это больше, чем просто ученый. Так же, как история, Это больше, чем просто наука. Это еще и мораль, это еще и философия, это еще и, в конце концов, вторая жизнь. И в этом отношении историк просто обязан уметь выражать свои знания таким образом, чтобы они доступны максимально широкому кругу людей. Я хочу сказать, что Николай Сергеевич как раз для меня пример популяризал. Я считаю, что если начать с примеров, то я, конечно, так же отношусь к Андрею Ивановичу, который замечательный ученый, заведующий нашей кафедры в хеологии, на которой я имею участие работать. А Николай Сергеевич для меня тоже был пуляризал, если иметь в виду не только научные трубы, к которым он выступал как ученый, а вот «Жозел» серия и так далее. Это пример такой-то с хипотечной истории. По мировой истории для меня это всеобщая история, конечно, Михаил Иванович Гаспаров. Это Мария Филла Сергеевна. Ее работа, ее книги замечательная. Уже одно только начало. Она, как предисловие, не любила, начало книги Елпопеев. Первое предложение. Везувие всегда считалось потушенным луканом. Оно уже, так сказать, задается, что он, вообще, седьмой и десяткой. Что касается принципов пуляризации, на мой взгляд, это просто, а сложно, но это так вот кратко сказать, но без искажения истины, так сказать, я упрощен. По моему опыту археологическому, ну не только археологическому, но и лекторскому, но прежде всего по опыту моих работ, поездок, гороскопах, я вижу огромную потребность у людей в том, чтобы существовала какая-то рассказ об истории, как реализация, то есть запрос общественных очень высок, очень велик. Коллеги, спасибо большое. Мне кажется, прекрасный начал, мы даже уложились в график, что не видно, конечно. И сейчас мы, собственно, переходим к выступлениям, в той или иной степени, приготовленным каждым из участников другого стола. Для слушателей скажу, что основные вопросы ставились примерно следующим образом. Является ли пуляризация действительно сообщением широким, может быть, широкомещательным сообщением информации, или это просто упрощение, подход такой несколько, может быть, надменный, к тому, что вот не знают, а мы и расскажем. Или же это просто, как Николай Сергеевич заметил, это просто хорошо написанные истории, которые можно читать, потому что я человек рам, и что такого сложного в истории можно сказать, что он не может понять и прочесть. С другой стороны, конечно, возникает очевидный вопрос, связанный с тем, что история во многом напоминает медицину, что в ней все разбираются. Но все по-разному, и с разной степенью успеха решения, в том числе. И опять вопрос, каким образом показать, чем отличается качественное историческое знание от некачественное, и возможно ли в пуляризации использовать качественное знание, не упрощение, делая его менее ценным. И, помимо этого, возникал вопрос, связанный с тем, какую роль популяризация вносит вообще в историческом понимании, в историческом сознании, каким образом историки влияют, влияют ли вообще на какой-то консенсус в восприятии исторического процесса. Я думаю, что у нас формат очень удачный, и мы можем в такой же последовательности начать, если это удобно. Если коллеги не хотят, то меня течет. Да? Почему нельзя? Я, наверное, начну с последнего тезиса. Что касается роли популяризации, я думаю, многие присутствующие здесь, и мы, которые за круглым столом, и те, которые за рядами, уходящими далеко, пришли сюда на исторический факультет, во многом начитавшись именно популярной литературой. Я это к себе отношу в полной мере. Когда я поступал на исторический факультет, я шел сюда с приличным багажом исторических романов, но я практически не знал ни одной академической работы, ни одного имени ученого, кроме, наверное, Бориса Александровича Рубакова. И, тем не менее, вот этот вот класс популярной литературы, художественной в первую очередь, я подчеркну, он меня подтолкнул к заинтересоваться историей. И уже потом я стал историей заниматься в академическом смысле. Поэтому, конечно, роль популяризации велика. В то же время, и я согласен с коллегами, которые здесь уже высказались, в первой части, популяризацией должны заниматься профессионалами. Это естественно. Но беда в том, что мы иногда очень снобистки к этому подходим, мы профессиональные историки, считаем ниже своего уровня и достоинства уходить из академических дебрей и становиться в более доступной читающей публике. А с другой стороны, проблема заключается в том, и здесь Ирина Дмитриевна совершенно правильно сказала, у общества нет веры историкам. С одной стороны. И с другой стороны, общество совершенно не понимает, где качественная литература, а где некачественная. Где плод размышлений профессионала, который, может быть, полжизни, а то и всю жизнь положил для того, чтобы донести это сокровенное знание многим, а где это массовое писание на человек, который специалист во всем, от Адама до Садама и совершенно разных форм. Поэтому здесь, конечно, проблема... Вот лично для меня проблема в чем кроется? Проблема в том, что все мы, историки, безусловно, должны научиться говорить с обществом на человеческом языке раз, и эта проблема понятна. Было бы желание. А вот вторая проблема, я, честно говоря, не представляю, как ее решить. Разорвать отсутствие этого диалога между нами, профессиональными историками, и обществом. Как это сделать, я не знаю, но общество нам действительно не верит. Над нами порой смеется. Мы очень часто выступаем в качестве идеологического рупора, еще чего-нибудь. И вообще, историк иногда звучит ругательно. «А, он историк, ну, что с ним взять?» «Ты же историк». «Ты же с ним». «Спасибо за долю фессимизма». «Ну, как ты с детьми, я вам говорю, хорошо разбираются. Люди очень хорошо, интуитивно чувствуют, как написана книга, знающих человеков или нет. Просто пишите сначала, а потом ломентируйте. Точно так же, как дети всегда очень четко, совершенно, вот маленькие дети, они сразу хорошая училка, плохая училка. Они это чувствуют тоже интуитивно. Это очень страшно. Хорошая училка, плохая училка, плохая училка. Знаете, вот тут сразу срабатывает. Но почему-то в книжных магазинах в красном углу работы совсем непрофессиональных историков популярные. Потому что нету хороших историков, которые пишут в индустриальном масштабе хорошие книги. Поэтому потребность общества велика, и заполняется она, чем Бог послал. Это вам как издатель говорю. Много ли вы можете? Вот сколько перечислено было книг, на которые вы можете сослаться как отличного популярного уровня литературы. Раз-два и обчелся. Но свято-местов пусто не бывает. Вот об этом вся проблема. А не в том, что люди не разберутся, хорошо написанное или нет. Еще раз вам говорю, Михаилович и Каспарова читают от 10 лет до 90. И как-то прекрасно разбираются. Сначала дело за историками. Пусть сначала напишут, и это будет существенный класс литературы, который будет конкурировать с барахлом и с трешем. А дальше можно делать вывод о публике. Мы обсуждаем теоретические вещи без, так сказать, не поверяемой практики. Практика заключается в том, что как ты потом свою, извините за выражение, попсу вставишь в свой научный отчет. А время это жрет колоссально. Надо сказать, что в истине этого нет. Нет, в истине этого нет. Понимаешь? Ничего этого нет. И у нас снимают люди, которые понимают, что такое истинное. Я думаю, что есть такая специальная система, куда обзываются научные отчеты в МГУ. Вот. Называется это истинное МГУ. Истинное МГУ. Как всегда, все самое лучшее в жизни мы делаем за счет своего абсолютно вечного времени. И совершенно бесплатно обычно себе в убыток, я бы сказала. А вот если говорить, например, о книгах популярных, то действительно, между прочим, вот я всегда и студентам честно говорю, что, к сожалению, сейчас с популярной литературой по истории просто полное несчастье. То, что выходит, это вот именно трэш. И это те имена, которые даже называть не хочется в священных стенах университета и так далее. И это самое ужасное для нас. Это просто больно, что это стоит на полках, где не написана альтернативная история, а где как новая, новая в науке. Я понимаю отчасти, почему не верят историкам. Мне кажется, это связано, конечно, с советским прошлым, потому что, что изучали наши родители как историю? Они изучали историю КПСС. Во всех вузах была история КПСС. Мы все знаем, что к реальной истории это имеет относительное отношение. Довольно-таки. И то же самое распространяется на все остальные сферы истории. Я хорошо помню, как еще, правда, в советский период я читала на вечерке еще в том здании, и за мной ходил физик ночью, в вечернее отделение, провожал меня домой и говорил, ну вот здесь никого нет. Говорю, он думает, что мне это приятно слышать. Вот. Вы мне сознайтесь. Ведь вы понимаете, что эта вся древняя история, это сочинено, этого не было. Понимаете? Вот. То есть я говорю, а как вы думаете, кто мне приплачивает за то, что я вот говорю, что там Египет начинается в третьем тысячелетии и так далее. Я говорю, вы представляете, это такой всемирный заговор египтологов и остальных тоже, профессионалов и так далее. Вот. Это очень грустная история, потому что многое можно простить Морозову, посидевшему в одиночке в Лиссельбурге. Но вот некоторым современным академикам, математикам многое простить просто нельзя в этом смысле. И поэтому особенно популяризация важна. Но возвращаясь к тому, что издаётся сейчас. Сейчас вот как самый анекдот из того, что издано, есть, например, такая работа, у которой на титуле написано Перли, ой, простите, Тураев, Б.А. Брестов, Дж. Древний Египет. Внутри две книжки, одна история Египта, Бреста, американского, основателя американской гиптологии, вторая история Египта, Тураева. Но, ребята, эти двое не связаны ничем, кроме того, что они оба проходили стажировку в Берлинском университете. И один основатель американской гиптологии, другой русской гиптологии. Больше ничего. Они стоят на титуле Ильфа Петров. Понимаете? Как соавторы. И нигде в книжке даже не сказано, что одного книжка одна, а другого другая. Их просто сшили под один переплёп. Ну, о чём говорить? О каком издании вообще? А то, что издаётся очень многое старое, причём тоже не за... Это иногда очень хорошие классические книжки. Там, Море, например, Египет, Параонов и так далее. Это классика. Но, правда, столетняя. Конечно, уже немножко времени прошло. Но оно издаётся опять без всяких пометок. Что, ребята, это Море, который... И так далее. Вот я отчаянно любя Тураева, упомянутого здесь Ивана Ивановича, как раз пошла на такую штуку. И я считаю, что это очень важно для студентов. Я сделала издание по Тураеву с комментарием современным. Стараясь максимально быть приличный. Мне даже Бегасин говорил, вы могли поставить своё имя рядом с Тураевым по объёму книги в комментарий большой и так далее. Как можно вообще, понимаете? Это же надо понимать. Тураев действительно в этом смысле просто абсолютно уникален, потому что я студентам и сейчас его советую читать. Какой русский язык? Как это написано? Хотя, конечно, опять же, сто лет прошло. А если о современных книгах говорить, то очень интересная была книга Беляева, это литератор, и Петровского, это египтолог из Питерского университета, давно уже покойный, в стране большого хапи. Превосходная книжка о Древнем Египте, превосходная. Но как Петровский каждый раз ругался, вспоминаю эту работу, неимоверно, потому что ему было очень тяжело с этим литератором работать. Но книжка вышла прекрасно. Может быть, это тоже путь, но здесь надо искать такую пару, чтобы они действительно, если историк вдруг не может сам, чтобы его кто-то хорошо обрабатывал. Может быть, такой путь и возможен. Но, что касается других, то для меня, например, уже, когда я пыталась сына как-то приучать и соблазнять историю. Мне, например, «Кун. Мифы Древней Греции» тоже книга, на которой мы росли, которую невозможно было достать, мне очень понравилось. Но это уже, может быть, просто я ее сильно переросла и не въехала. А по молодости может было и ничего. Так что, это тоже вопрос действительно тяжелый. Ну, все. Ну, уникали еще одна проблема, связанная с научно-популярной литературой, это ключевая проблема любого творчества, это проблема формы. Потому что, в конце концов, вряд ли человек, который пишет научно-популярную книгу, сразу ставит перед собой задачу «Я напишу научно-популярную», если у нее нет прямого заказа. Если мы вводим историю нашей исторической науки, то получается, что многие крупные историки просто выбирали для иных задач иную форму, и эта форма оказалась как раз научно-популярной. Можно взять литературно-клистический статьи, Ключевского, которые несут в себе другую задачу, но по сути они научно-популярной литературы. Можно вспомнить огромный трехтонный труд Зелинского «Древний мир и мы», который как раз несет себе именно научно-популярную задачу, хотя решает задачи вполне научно. То есть проблема формы это то, что определяет и доходчивость, и лясность изложения, и конкретный смысл, который там существует, и научную актуальность, потому что неизбежно эта форма будет читаться, и она прочитывается. Если взять западные аналоги, то мне, как историку искусства, наиболее близка книга, она, к сожалению, не введена на русский язык. Это книга Камента Кларка, которая рассылась из уже упомянутых телевизионных фильмов «Убиси». Еще сразу после второй войны он по заказу «Убиси» снял фильм, посвященный всеобщей истории искусства, там были отдельные разделы, «Опень гриб до 20 века», который специально напоминал как «Персонал Ю», «Мой персональный взгляд», «Мой взгляд на то, как развивалось искусство и какую оценку я ему дам, это мое мнение». И тогда получается следующее, что не только проблема формы, но и проблема личности того, кто пишет. И когда вот это самое «Персонал» оказывается действительно настоящим человеком, имеющим и идеи, имеющим и принципы, имеющим некую моральную, я не хочу сказать слово «папость», но моральную возможность говорить людям ту простоту, которую он себе несет, тогда и получается настоящая, нам очень популярная книга. И обратный пример. Не менее известный, другой, великий историк искусства Энст Гомрих задался цене написать как раз популярную историю. И вот эта книжка оказалась непопулярной, потому что она была посвящена в большей степени внутренним мыслям ученого о том, как бы он комментировал какие-то проблемы развития художественной жизни, художественных форм, и тогда это было интересно ему самому или тем людям, которые знали как местного другого творчества. А вот для публики как раз книга оказалась неинтересной. И третий пример, он уже родной, отечественный, это замечательная книжка, которая была в свое время написана для школьников старшего класса, а сейчас она замечательно используется студентами, из Московского университета, это краткая история искусства Анатолия Дмитриева. Потому что, опять-таки, есть прекрасный специалист, и она неоднократно издается, ей замечают русский язык, есть понимание проблем, пусть какие-то датировки устаривают, в конце концов, это не суть. Важно, что остается понимание проблемы сущностной, и остается понимание проблемы той, которой человек, занимающий чем угодно, в конце концов, будет знать, что египет это то-то, а средневекозападная Европа это другая и проблема, и другая форма, другие задачи и другой образный мир. Поэтому, подводя итоги, да, действительно, особенность научно-копулярной литературы, она имеет какие-то свои какие-то формальные принципы, и эти формальные принципы должны сочетаться с вашей личности, которая об этом пишет. И тогда получается нормальный результат и нормальный. Да, я вот это часто не с историческими романами, но я с такой простой мыслью, что мне хочется быть либо как Медельман, либо как Лотман. Тогда я болел много телсовских поступлений, 19 век, там, литература всякая. Потом уже я убежал из русской истории в медиалистику, чтобы не платить штраф спецификацию, там, не знаю, что-то предчувствует, чем дело кончится, перепугался. И мне всегда казалось, что медиалистика, ну, моя область знаний, она по определению в нашей стране должна быть такой культуртрейгерской, потому что это чужая цивилизация, и мы должны, мы как бы переводчики, с одной стороны, а с другой стороны, мы хранители этой древности. И на кафедре на родной, собственно, военных учителей здесь сидит, отчасти «Историки искусства», меня учили к чувству такта по отношению к прошлому и к памятникам этого прошлого. Отсюда моя, значит, мысль, так подложу мои мысли, которую уже озвучил я насчет нашего отношения к конкретным памятникам прошлого, изданию текстов, описанию, анализу памятников искусства, художественная реставрация, научная и художественная реставрация, научный и художественный перевод старых текстов, издания, классиков. Когда я был студентом, потом аспирантом, потом, скажем так, более-менее ученым, я мучил наших элипеев вопросами, как они такими стали, Аберица, Лугуревича, Аберица реже, я увидел там, может, раз в 3 в жизни, зато на кухне, Гаспарова, Львова, там еще кого-то. Из них, из всех вот этих вот людей, они все были популяризаторами в той или иной степени, из живых Баткин, например, да, но только Львов никогда не издавал древних текстов. Все остальные, прежде всего, наши, они так или иначе участвовали в том и памятниках, кто в худлипте, все переводили, комментировали старые тексты. Вот, и у меня такой очень простой рецепт последние, ну, лет 10 примерно назад, что вот прежде чем ты конкретно, например, в исководниках решишься написать работу, рассчитанную на широкую публику, переведи или издай какие-то тексты средневековые или опиши памятники, о которых ты будешь потом широкими мазками как бы там, не знаю, писать на страницах книги. Ну, естественно, меня учил в университет, так сказать, слава Богу, ребята собрали нас здесь, потому что мы все, в какой-то степени любой из нас, то есть популяризаторов, 300 преподавателей из фака МГУ, 70 преподавателей из фака Вышки и так далее, мы все-таки встречаем вчерашних школьников, мы должны что-то упрощать, но в то же время мы рассчитываем на то, что они пойдут в библиотеку и прочтут, и проверят, право мы или нет. Раньше, так сказать, надо было в библиотеку идти, теперь есть в Google и если ты ошибся, тебя тут же и поймают. В процессе лекции меня исправляли сотни раз, ну, не сотни, наверное, не десятки раз. В общем, я такой путь избран, не знаю, насколько это правильно, но я это стараюсь со своим учеником как-то говорить и как напишу, надеюсь, что я более-менее взносно напишу, хотя бы по-русски, я стараюсь давать переводы текстов там, с латыни или каких-то еще языков, доводя их вроде бы до сердец, прежде всего, читателей, я надеюсь, но в то же время как-то вчитываясь в них, я считаю себя переводчиком и популяризатором. Он всегда переводчик, даже если вы пишете о, не знаю, Советском Союзе времен Второй мировой войны, мы должны понимать, что страна говорила на другом языке, но я хорошо знаю только, что короню двух бабушек своих, они говорили до последних дней говорили словами тех лет, и я понимаю, что иногда нужен какой-то перевод, и это самое чувство такта к прошлому, оно вырабатывается вот, когда перед тобой лежит текст, и ты должен, не свой, а текст прошлого или памятник, ты должен довести его, описать, как-то прокомментировать, вот это и есть популяризация. Мне кажется, что все мы, так иначе, должны в этом помогать нашим читателям, слушателям, и издатели тоже должны нам это помогать. Кажется, я вам помогла. Кстати, стоит вопрос о новом издании «Популяризация». Я бы хотела вернуться к тому вопросу, который организаторы задали, что есть популяризация, мы все почему-то говорим только о текстах, и все-таки нацеленных на публику не очень, да, следующих. Мне хочется затронуть немножко, может быть, другой аспект. Иногда потребители исторического научного знания мы сами, потому что есть внутренние рамки внутри наших специальностей, мы не очень хорошо знаем, что делают другие, и часто речь, когда идет о популяризации, мы должны говорить еще и о популяризации внутри собственного сообщества, результатов, подходов, открытых источников, материальных, архивных, художественных, потому что в последние годы я сталкиваюсь, например, с отдельным музейным сообществом, которое кричит, что у них отдельная музейная наука, да, я считаю, что ее не существует, она едина, но мы плохо знаем о том, как, допустим, традиционная академическая наука может опереться в своих концепциях, теоретических пристроениях, на вновь открытые памятники, на вновь открытые архивные документы, и я думаю, что, говоря о популяризации, надо говорить еще об этой точке контакта между чисто академической наукой, музейными специалистами, часто, искусствоведами, археологами, и публикой, которая очень заинтересована в результатах всех наших усилий. И я бы тоже хотела сказать, что все-таки мы живем в такую эпоху, когда просто говорить о популяризации как о красивом тексте, написанном профессионалом, это мало. Мы можем сейчас говорить о целом спектре очень интересных, целенаправленных, осмысленных усилий, которые нам позволяют сделать помимо полиграфии, еще и интернет, конечно же, и вообще всевозможные открывающиеся перспективы, которые дают вообще новые площадки интеллектуальные. Естественно, я хотела бы сказать, что вот такой площадкой, где могут встречаться и академическая наука, и какая-то преподная наука, и просто заинтересованное сообщество, конечно, очень удачно сейчас выступают в музее часто. И когда мы пытаемся вот сейчас делать какие-то историко-культурные проекты, мы хотим как раз выступать популяризаторами не просто фактов каких-то, да, и выставлять предметы, которые хранятся в коллекциях, мы хотим поставить их в контекст современного исторического знания и показать современные подходы, то есть как раз популяризировать не что угодно, а самое интересное, свежее и новое. Используя эти новые возможности, я бы хотела сказать, что в последнее время мы стараемся стать такой точкой контакта для Московского университета, для академии, для вышки, для игру и вот этой самой широкой публики, которая интересуется историей. И приведу пример недавно был интересный, мне кажется, важный проект с точки зрения осмысления российской истории коронации. Коронация в московском Кремле, да, они сопровождаются выставкой, естественно, причем делая ее, мы старались использовать современные подходы коронации, как одному из важнейших ритуалов власти, ритуалов перехода и так далее и так далее, символизм власти и прочее, прочее. То есть мы транслировали то, что накоплено современной наукой, почему только русистикой, но медиавистикой и пытались для этого сделать такую многоголусь и многоордность интерпретации, потому что в нашей лектории мы позвали Антона Горского, Михаила Бойцова, Сашу Шевырева, которые нам на разных уровнях помещали эту проблематику в контексте древнерусской, западноевропейской истории, отечественной истории самых разных периодов. То есть мы видели, как трансформируется этот ритуал во времени, в пространстве, где там единство составляющих элементов, где особенности. Это было очень интересно. Интернет дает возможность нам теперь эти лекции заснять, поставить в YouTube. То есть это действительно усилие популяризации этих подходов, которые всегда вручают, потому что если, скажем, в реальном лекторе эти лекции, эти встречи смотрят 150 человек, то потом у нас тысячи и тысячи просмотров в интернете. Мы делаем каталог, естественно, научный, но при этом мы делаем и специальные издания для детей, связанные с коронацией. И я бы еще сказала, что специфика музейная нас подвигает к тому, чтобы обязательно силком своей деятельности популяризации делать источник все-таки, потому что источник и отношение к нему это то, на чем верифицируется наше знание. И в последнее время мы стараемся издавать специальные такие серии для детей, я даже специально решила показать, вот одна связана с, скажем, Иваном III, одна связана с 1812 годом, у нас вышли посмоте, сейчас мы такую же по Петру I, где мы просто в угловой угла для преподавателя истории ставим вещь, музейный предмет и предлагаем его анализировать, будь то там пелена какая-то, икона или архитектурный памятник, то есть мы ставляемся специфику музейную, выдвинуть на первый план как специфику исследовательскую. И мне кажется, это находит только у преподавателей истории и у школьных учителей, и более того, у нас стали сейчас наши зарубежные коллеги вузовские и попадали просить эти издания для того, чтобы им работать со своими студентами. Таким образом, усилий может предприниматься много, и выставочный проект может быть исследовательским орудиям, он синтетичен по своей природе, и я бы очень приглашала всех наших коллег участвовать в такого рода объединении усилий, потому что, мне кажется, это дает очень хорошие плоды. Впереди у нас осенью будет проект, связанный с Борисом Гудуновым, и мы его очень ждем всех, надеясь, что это будет не просто участие присутствующих здесь коллег в конференции, посвященных этой тематике, но и в тех самых лекционных циклах, в изданиях популярных, и в программах, связанных с этой темой. И еще мне бы хотелось обратиться к присутствующим здесь студентам, коллегам, к историкам. Мне кажется, вот сейчас, когда стали бесплатными билеты в музей для молодежи до 18 лет, открывается очень хорошая возможность интегрировать в учебный процесс посещения музеев. И бесплатно, слава богу, для такой небогатой организации, как ИСТФАК. В свое время, когда мы пытались поступить и притянуть к нам на определенном этапе студентов самых разных вузов и факультетов, оказалось, что нам на этот призыв отозвались очень многие. Это были некоторые семинары в нашей школе экономики, и вуз управления, и целый ряд других вузов. ИСТФАК оказался вне этого. Всего, то есть ИСТФАК не считал необходимым, на каком-то этапе студенты пришли в музей и отнеслись к памятникам как к источникам, которые интегрированы в те курсы, которые они слушают. Вот сейчас у нас есть снова такая возможность. Я бы просто призвала руководство факультета к тому, чтобы ее осмыслить. Экономически мы сейчас в самом благоприятном положении для этого. Вот, собственно, и тут я хочу сказать. Спасибо. Я бы хотел просто развертить песню, которая корейная живость на самом деле вот так. Экономически тронут очень важную проблему. Я так радостно заключала пишите, пишите. На самом-то деле, знаете, я думаю, вся эта проблема, которую мы обсуждаем, она связана с каким-то перестройкой всего профессионального исторического знания. И это идет не только в нашей стране, у нас это может быть острее ощущается, но во всем мире. Вообще, позиция историка, что входит в набор компетенций современного историка, и вообще в каком пространстве существует историческое знание. Оно существует, естественно, в мультимедийном пространстве уже давно. Мы сейчас, например, переводим замечательные книги американского исследования Жерома де Круи, который называется «Consuming history», то есть потребление истории, где он показывает замечание, что вот это по многим причинам произошедшее отхождение, инконсуляция профессионального исторического сообщества привело к тому, что общество само создает свои модели истории. Например, это видно в кино, которое просто заливается сейчас интерес к историческому кино невероятное. И там идет смешение всего и вся, и никого это не смущает, профессиональные историки возмущаются, при этом они оказались как бы сами сдали территорию. И, значит, по принципу, вы не действуете, но и там показывается очень интересно, как создаются исторические фильмы, кого приглашают консультировать, что из этого получается. И встает серьезный вопрос, собственно говоря, а кто является автором этой истории? Может ли самообщество ставить вопрос радикально вне профессионального исторического сообщества собственно эти модели истории разрабатывать? И я думаю, что в этом смысле это то, что называется челлендж для современного истории профессионального. Значит, если мы будем игнорировать сообщество, а потребности его велика, то популярная история развивается сама, вне всяких наших напоминок. Отсюда смешение всех мифологий, отсюда совершенно невнимание не только к историческим деталям, костюмам, а вообще ко всем концепциям. И мне кажется, что здесь и требуется переформулирование, что такое историк очень важную историческую концепцию, из которой вы ничего не напишете. Разговор о популярных книгах, скажем, не специализированных книгах. Вопрос вы правильно задали, Левкина Владимировна. Если это не является частью вашей профессиональной работы, вы должны писать это по ночам и так далее, то совершенно ясно, что вы не сможете или вам надо уходить из науки, уже заниматься только популяризацией и жить много наружу. Значит, вопрос должен адресован, насколько должно меняться сама, так сказать, система оценки научного знания. Может быть, должны, так сказать, послужной список входить в труды не специализированные. И третье я хочу заметить и вопрос. Мы же знаем, что разделение истории как на высокую науку и популярное знание совсем недавно было. Недаром мы ссылаемся на труды в столетней давности. Тогда у историков не было такой проблемы во многом. Идея науки со своей терминологией сложной и так далее, это вообще новое явление. Вопрос, насколько сейчас можно оставаться в категориях жесткого разделения суббого академического знания, не суббого академического знания. Не воспользоваться ли опытом прошлого, опять же, знанием истории самой исторической науки, чтобы понимать, что это вообще-то очень зыбкая демаркация, она не всегда справедливая. Так что мне кажется, что обсуждая сейчас, мы говорим о судьбе собственного профессионального сообщества как такового, не стараться ли нам биться за то, чтобы расширить рамки нашего собственного существования, чтобы это было закреплено и в самой профессии, и квалификации, как мы говорим. потому что в противном случаях, и тогда получается, что действительно, историки, чего-то они там занимаются неизвестно чем, мы должны в конце концов доказать обществу, что мы не зря нас кормили, прошу прощения, потому что на самом деле есть же такой классический пример, когда Стивен Спилберг снял свой парк юрского периода, получать гранты археологам стало в сто раз легче. Научные проекты действительно кто раньше давал сиденья и выкапывал костяшек. Кстати, поняли, в чем дело? Публика очень хорошо поняла, какая-то увлекательная вещь археологии, такое надоед нам знание о прошлом, но, конечно, это было увлечено в развлекательную форму. В общем, хороший фильм Саваил посмотрел с удовольствием. И в данном случае это действительно сыграло свою роль, что археология стала развиваться невероятно бешенными постами, гранты потеплены рекой. Вопрос здесь, не только абстрактно гуманистически, но даже и прагматично. Значит, интерес к истории, если вы идете через музейное дело во многом, через экранизацию, через, я не знаю, дистанционное обучение, которое сейчас развивается, и библиотеки здесь становятся тоже мощным источником. Ну, сейчас, например, появился портал «Розамасово» очень интересный, который предстоит очень качественное знание, но современными способами. Значит, для меня это вопрос не только просто издателя, издающего книги, но и человек с историей культуры в том числе. Наверное, революция должна быть внутри этнических сообществ, да, и пересмотреть, собственно, смысл нашего существа. это непростой вопрос, он сразу не решается, но, мне кажется, при постановке проблем мы будем в этом порочном кругу в общем, изоляции и морганализации. Значит, вот история будет изобретаться кем угодно, как угодно. в том, что нам не верят, мы пришли к тому, что надо завоевывать. На самом деле, да, но почему нет? Каждое новое поколение действительно умеет свой язык и способ восприятия, и заинтересовать людей в историческом знании при истории легко будет, честно говоря. Как между нами говорят, значительно легче, чем другие. Но смотрите, почему-то физики, математики, люди, которые связаны с естественным научным знанием высочайшего уровня не брезгуют писать научно-популярные группы, да, Стивен Хокин, кто угодно, а гуманитарное знание почему-то считает, что это не обязательно. Но точно, я думаю, физикам и химикам ничего не присваиваются, потому что они пишут популярные тексты. Но это тоже момент, да, донесения новых знаний до общества. Потому что вся система идей, которая разрабатывается в науке, она во многом формирует наше будущее. Сейчас мы видим, да, у нас очень архаическое общество археизируется, потому что ему предлагается архаическая модель и истории в том числе, и система отношений, и политических взглядов, и чего только угодно. Во многом она связана с тем, я думаю, что все наши наработки в истории, все наши споры, которые ведутся внутри экономического сообщества, никогда не остановились в состоянии общества. Я не говорю, что мы сейчас должны посыпать голову вебы и на себя все его принять, вот не будем лицебровать. Но может быть, вот именно сейчас есть осознание, что это часть нашей профессии, что действительно университета надо учить писать в разных регистрах, от рецензии на книжки, что очень важно, до научных трудов и, простите, популярные. Насчет литературы я бы не сказала все-таки, литературное дарование это особый случай. Но тем не менее, историки вполне могут это посочетать. Вот в этом смысле действительно здесь и другой принцип, может быть, обучение и образование. И я полагаю, что это очень важно и очень великательно, потому что это расширяет и возможность получения профессии и работы во многих других областях, и не только в академической сфере только, но и дает нам, возможно, действительно влиять на общество. Ну, если вы задаете вопрос мне, то, конечно, я сказал бы, что дискуссия у нас крайне успешная, потому что мы от популяризации в убыток теперь перешли к идее популяризации впрок, а может быть, даже в доход. Вопрос в том, каким образом это сделать, конечно, не очень очевиден для меня. Я не знаю, как и дать, но на мой взгляд, есть демаркация очень очевидная, что академическая литература это ссылки, а не академическая литература, без ссылки. И в то, что исчезание текста она вообще разница. Но с другой стороны, все-таки я здесь в некотором смысле наверное солидарен с Николаем Сергеевичем в том, что образован человек в состоянии прочесть исторического каникулы. Особенно, если он это интересован. Другое дело, что мне кажется, что есть некоторая тонкая грань вот в какой связи. Она связана с тем, что историкам хочется быть популярным. Вот честно. И многим. То, что они не очень популярны, их расстраивает. Тем более, учитывая их большой опыт, большую работу и выдающиеся профессиональные навыки в самых разных областях. и связаны это с популяризацией истории как предметы интереса или с популяризацией авторов здесь вопрос. В том числе и вопрос рынка, мне кажется. Слушайте, я бы, можно я вам скажу? Во-первых, ссылки или же ссылок это просто разный тип представления и концепции. И это мы тоже нужно обучиться. Все-таки 5 лет учат писать со ссылками, можно показать, что можно писать и без ссылок, и ссылками. И мы же с вами говорили о том, что если это непонятно даже соседствующим дисциплин, значит, есть проблема вообще в научном языке. Дело не в ссылках, действительно, не в сносках, а в том, что это пишется для какого-то узкого, для своих, а не для публики. То есть взгляда на то, что ты пишешь для кого-то, пусть даже для своих коллег, по церкву, скажем, литература ведетов, нет вообще. А это, мне кажется, и есть большая проблема. Понимаете, начинается с этого, да, для кого-то, потому что я перевожу, например, в издательстве и издаю большое количество книг западных ученых, не знаю, что в России, но просто интеллектуальные всякие книги. Их читает большое количество людей в разных сферах. И они со ссылками с неосными совсем обратно. Но у них внутренняя оптика, мысленно человек, когда пишет, он понимает, что он может читать вот такой большой спектр научного сообщества. Они ленятся, что-то объяснить, выстроить правильно структуру, объяснение все будет. У нас же совершенно это нет. Это такое, в общем, закапсулированное сознание. И вам наоборот это связано? Я думаю, вы понимаете, что образование во многом привязано и в какой-то системе представления. Значит, у нас не очень демократическое общество, вам много говорят. Значит, и внутри науки у нас демократизация не происходит. Не происходит любой тип писания. и последнее я хочу сказать. Я же делала несколько экспериментов. Я вырвала с рядом коллег, говорила, я все понимаю, вы все заняты и так далее. Я закрою три проекта, я найду денег, чтобы заплатить вам на какой-то панорам, вы пишите. Не написал никто, я прошу прощения. некогда, устал. И вот этот вот разговор уже не о том, что, опять же, потому что в сознании идеи нет, что это очень важно внутренне для человека как ученого. Вот, наверное, здесь должно быть пересмотр внутренних приоритетов самонавучного сообщества. Да, что-то у нас написать демократы. Поговорим как раз. Говорят, все равно не соблажаются, все равно не делают. Но у меня здесь сразу две реплики, и я передам слово, которое мне особенно обратно. Связано с тем, что, конечно, это во многом связано с тем, что квалификация профессиональная ориентирована на другие тексты. И Кричевский говорил о том, что известность в диссертат хорошо есть два читателя, если оппоненты братьте внимательно. Но, с другой стороны, конечно, у нас не совсем способность культура такая же, как, допустим, в Британии, где выпускник историк, думает, попадет в телефонную книжку BBC. Будут ли его как экспертов приглашать, звонить, и те самые фильмы, о которых мы уже говорили, снимать. Не знаю, согласятся ли многие наших коллег на первом каналах. Не знаю, я это не знаю. Это уже глава с первого канала? Да, да. Ну, и отечество надо. И, больше, больше, я классно продавлю. я наоборот хотел предоставить вам вопрос. Ну, после этого обновления я хотел обратить внимание, знаете, на что вы, по крайней мере, все те, кто говорили для меня, в основном предпочитали обсуждать вопрос, отвечая на вопрос как заниматься популяризацией, что это не мешает, что нам помогает. А я бы хотел обратить внимание на другой вопрос, который тоже звучал, по сути дела, в выступлении каждого из нас. Это вопрос зачем. Когда мы формулировали повестку нашего сегодняшнего круга на стола, я забросил такую одну, для того, чтобы сам на этот вопрос ответить, это был вопрос о популяризации истории. Это самооценка, это что-то, что должно кончиться самим процессом популяризации, или это инструмент для чего-то большего. И у меня такое ощущение, что пока мы не ответим себе, ну каждый из нас не ответит на вопрос зачем нужна популяризация, зачем вот он вместе с ее популяризацией истории встал, мы не найдем ответа на вопрос как это будет. Здесь традиционные проблемы формы и содержание все время будут всплывать. то содержание, которое вы хотите выдать, вы не сможете втиснуть форму, которую вы выбрали априотом, или наоборот, форму, которую вы хотите подать, ваше знание, то, что вы хотите сказать, никак не помещается. Это не на сужие рассуждения, потому что, наблюдая за студентами, в общем, я вижу, что, по крайней мере, на ИСПАКе Московского университета есть масса навыков, мимо которых многие студенты проходят и даже не замечают, хотя мы их осознанно даем. Например, вот у нас очень, это считается, в общем, нашим самым, пожалуй, серьезным движением, мы даем очень длинный общий курс. Зачем? Вот, Оля сегодня говорила о том, что одно из креугольных слов, которое очень важно для анализации, это слово название контекст. Любое событие, если поставить в контекст, соответствующий ему, а не искусственно созданный для этого события, оно будет совсем иначе, нежно события, как каковое, взятое отдельно в другую подругу. И вот в рамках этих общих курсов мы, в общем, студентам как раз и рассказываем о том, что такое исторический контекст и как в этом историческом контексте возникает историческое знание. Это уже делается на семинарах с помощью источников, с помощью изучения литературы и так далее. Дальше. Каждый из студентов пишет доклады, курсовые работы, дипломные работы, и там есть одна вещь, на которую студенты мало внимания обращают, это вводная глава. Вводная глава в учебной работе, это как раз попытка представить свою тему читателям, которые с ней не знакомы, ну, хотя бы в лице государственной резонационной комиссии, которые читают эту работу. И очень мало кто обращает внимание на значимость этой главы, которые, знания, которые вы там даете, данные, которые вы там даете, вы потом на них активно опираетесь в ходе основного уровня. Вот это вот и есть тот самый навык капитализация, который после прослушивания длинных лекционных курсов, оттачивания навыков появления исторического знания на семинарах, вы демонстрируете как результат вашего обучения. Вот это исторический факультет дает. Безусловно, нет такой дисциплины капитализации истории, но тем не менее мы пытаемся этому студенту научить. Ну, это всего лишь на всего некое причемное рассуждение относительно того, чем хорош исторический факультет индук. Почему я говорю о том, что необходимо понимать, зачем нужна патриаризация знаний? Понимаете, поскольку я франковит, я все время сравниваю то, что происходит в России, в Советском Союзе, с тем, что происходит во Франции. Франция, безусловно, по перебитиям своей истории, не такая насыщенная страна, как мы. Ну, казалось бы, что там, французские эволюции всякие, безумно в количестве фарижских беда, беда первого нет, Сталина нет, но о чем там рассуждать? На самом деле, французская история в глазах французов крайне трагична. Там есть два больших островка этой трагедии, это французская эволюция, как ни странно, но о чем мало кто знает. Это результаты Второй мировой войны и проблемы французского сопротивления. И то, что происходит с левыми силами, которые проходят через гордово французского сопротивления, как они потом и консулируют политическую жизнь. Так вот, французам удалось договориться о трактовке двух этих явлений и их роль во французской истории. Что такое французская революция? Причем, при этом взгляды о том, кто такой любисперт, плохой или хороший, кто такой же плен, плохой или хороший, кто такие якобинцы платили хорошие, могут быть разные, но отношения французской революции существуют. Это называется республиканский консенсус во Франции. И точно так же удалось договориться о том, чем была Вторая мировая в жизни истории Франции. Так возник демократический консенсус. И вот в рамках этих двух элементов консенсуса во Франции существует в целом консенсусное отношение к своему историческому прошлому. Можно по-разному говорить о том, кто такой решитель. Еще раз говорю, кто такой Наполеон. У каждого есть своя точка зрения, но это никак не меняет отношение к своему прошлому. В нашей стране такого не существует. Вопрос. Почему? Потому что если мы посмотрим сейчас большинство популярных работ, они так или иначе строятся вокруг фрагментов истории, вокруг персоналей. Появляются какие-то новые источники, мы что-то об этом человеке нового узнаем, он сразу приобретает другую окраску. Но нет контекста вокруг этого, популярного контекста, чтобы тот же самый читатель, который читает об этом новом историческом персонаже что-то новое, понимал, вот это новое, что он о нем узнает, меняет ли его роль в контексте российской истории? Каким образом меняется в этой связи вообще роль вот этого исторического периода, когда этот персонаж работает, когда он действовал в рамках этой истории? В этой связи у меня такое ощущение, что, в общем-то, выбирая целую цепь, звеньев логического рассуждения, я предлагаю следующий тезис. Мне кажется, что, если мы будем понимать, что, в общем, главная цель любой губернизации истории, неважно, отечественной или заубежной, это прежде всего состоит в том, чтобы сформировать некий консенсус в обществе в отношении нашего собственного исторического прошлого, заметьте, если это не сделают историки, это сделают другие. И сделают это не совсем так, как это должно быть сделано. Это не то, что так историки считают. Потому что те другие не знают, как это делается исторически. Не будет погружения в ситуацию. Всегда будут к историческим персонажам предъявляться упреки с позиции сегодняшнего дня. Вот он не сделал так, но как же он так не мог сделать? Вы вспомните, каким образом на переходе от 80-х годов, в 90-х, какие вплики предъявлялись в деятельности того же самого Ленина? Ну как же так он не понимал, что империализм является последней стадией гипертализма? Почему он так считал? Он обракунулся в то время? Надо понимать, что Петр Первый не строил абсолютизм. Надо такого слова. Это мы так с позиции сегодняшнего дня это интерпретировали. Надо предъявить им соответствующих упрек. и поэтому если мы в рамках своей работы по публики, а это работа, по публилизации истории будем публилизовать или публилизировать как правильно язык заплетается, не какие-то фрагменты исторического прошлого, а исторический контекст, то тогда, мне кажется, мы более гарантированно достигнем той цели, о которой я сказал в самом начале. Мы пытаемся создать вот этот концепт соотношение исторического прошлого. И последнее, чем я хочу завершить, и опять вернусь к Франции. Во Франции тоже были свои мемориальные законы. Как ни странно, начало этим мемориальным законом положили историки. В 1978 году, когда впервые Пьер Нараза говорил о местах памяти, он обратил внимание к политикам, что историю можно использовать в политических целях. В общем, французы, конечно, об этом тоже догадывались, но в этом историк не рассказал. Прошло 30 лет и в 2008 году французский парламент принял закон, который запрещает принимать мемориальные законы. Можно принимать резолюции парламента с осуждением, с выражением отношения к, но нельзя запрещать. Историки это профессиональная корпорация, которая должна действовать, исходя из законов этой профессиональной корпорации, но никаких других. Но если мы подойдем по модернизации истории в соответствующем ключе, по всей видимости тоже можно сделать то, что достигла Франция за 30 лет и с 78 по 2008. Ну, если, конечно, это нам надо. Есть выражение? Нет. Если надо. Спасибо большое. Я буду ориентироваться немножко на программу в том смысле, что тут было сказано в первой плане программы, что первая половина это просто обмен мнениями, не дискуссия, а вторая половина практическая дискуссия. Поскольку премия идет вперед, и вот у меня вначале было задумано два выступления, по мере диспатии получается, что я уже таких небольших пунктов наметил аж целых шесть, я буду кратко, но мне становится, конечно, в советское время еще появилось, сейчас сохраняется заставка в программе «Время», поскольку я с ними уже не смотрю, уже много лет довольно сломалась антенна, и мы с тех пор не включаем. «Время вперед», но я, поскольку знаю, по-прежнему программу «Время» встречается от музыки и фильм очень хорошего, кстати, «Вращение огня», «Время вперед». Вот я вот точно так же перехожу ко второй части практически таким настроением «Время вперед», она, например, будет практически в комплексе стандартической. Я сейчас объясню, почему она... Нет, нет, я не так понял, что его не будет. Начало на карпе. Нет, я думаю, что... я на самом деле как вот поскольку практический укол, я бы на самом деле отказался от этого. У нас, кстати, укола была прошла так много, что не обязательно кофе добавлять. Вот, он начнет практическое стандартическое и будет, знаете, состоять вот в следующем. Понимаете, вот мне кажется, что если мы говорим о потребности популяризации, значит, они ясно-велики, вот удивительным образом мы проходим мимо того факта, что потребность популяризации исторического знания испытывают те, кто разделяет вместе с нами это здание. Электрологический факультет философский на наших этажах, на наших этажах, да, в нашем же здании и дет государственного управления, те, кто потом будут принимать или не принимать закон о том запрещать или не запрещать мемориализацию Георгия Вячеславовича, и у нас, на самом деле, взаимодействие с нашими родными студентами из других факультетов на ЗЭО. Ну, вот просто, так сказать, вот это поразительный факт, который я скоро объяснить не могу, и, кроме того, для меня это одновременно в каком смысле результат такого практического действия, так что попробовать что-то такое предприятие в области социально-религиозной истории с философами, оказалось, бюрократически это невозможно. Просто, да? То есть, вот популяризация должна начинать с того, что мы идем к журналистам или к этим симпатичным молодым людям и девушкам, которые сейчас там, где эти тележурналистики, да, и которые, как мне, я иногда с ними имел дело, так сказать, они имеют очень отдаленное представление о том, что полезного и важного, ответственного и могли бы принести из вот этого здания на Молосском 27. То есть, я бы вот в практическом таком истрадальческом ключе начал бы с того, что надо вот, так сказать, наши страдания изоляции вылить на наших студентов и других фудин. Потому, касается того, что... Значит, пункт Б. Да, вот тут как раз вот Георгий Вячеславович стал об этом и говорит, что должно было быть вот предметом таких диспутаций, закованных мы будем в цепях или не закованы, там, иначе, будем получать, наверное, не будем. Но, конечно, темой первой этих диспутаций и пропаганды, пропаганды, не опуляризация, должна быть, конечно, история России в сопоставительном плане, в сопоставительном, не отдельно Франции, а отдельно России, не отдельно Польша, отдельно России, не отдельно Польша, отдельно Португалии, не отдельно Западной Европы, отдельно а непременно сопоставить такая тема и на что все это так хотят а нам есть на самом деле как мне кажется что сказать по этому поводу но вот это должна быть тема понимаете парализации может в частности через конечно же нижний канал третий французский реминисцензии я однажды поговорил с нашим издателем хорошего авторитетного очень качественного научного издателя а почему вы не возьмете абсолютно доходное дело как издавать научные же издания даже со всеми но маленькими форматами на плохой даже бумаги но дешево стоящие все крупные французские итальянские иначе они имеют есть заказа издание вот не то что за этим пейпером а не просто пейпером маленький сам плана дешевые и сейчас стали безумно дорогими только для студентов и для тех кто так сказать должен их учить плюс еще беда в конце скажу нас библиотеки невероятно отходить у меня был невероятный удар в 12 году я стала снова работать в нашей фундаментальной библиотеке что у нас теперь доступа непосредственно книгам стоящим на полках стало меньше чем это было тогда когда вся библиотека помещалась на муховой там был круглый зал понимаете там я меня восприняли я понимаю библиотекарь я говорю слушайте ну как же так у вас один единственный ксерок стоит на несколько залов да стоят безумные деньги я могу только библиотекару попросить заплатив там какие-то квитки да чтобы мне через несколько дней сделали там какое-то количество ксероков почему нельзя сделать ну хотя бы с карточками хотя бы карточек вот это будет последний пайп тоже значит вот с библиотеки это начинается вот как откуда вот этот блокад да и дальше обратите внимание только когда вы вот все в контексте уже отчасти такие визуальные такие формы болевики там и так далее это снова если что-то смотрите или что-то слушаете да у вас стоит уходит безумно много времени а если у вас на полке или библиотеке или еще лучше у вас дома или в подсор стоит целый ряд книг которых взяли полистали и стюняю пальцы и поставили на место потом сделали ксерок с какой-то части и унесли домой это совсем другая ситуация но и вот именно вот это наличие такого рода изданий которые доступны по цене которые доступны одновременно на полках да это безумно важная вещь тогда так сказать будет диалог может быть такой какой складывается вот благословенной франции между историками и политиками историками и журналистами и вот еще такой момент после значит этого это насчет того как это все может быть выглядеть да вот именно как вопрос поставлен как это надо делать организации очень правильный вопрос и он звучал да ну и вы знаете вот и французы те же самые у меня латкая известная передача буйонный культур да там бернар пиво потом все плакали буквально плакали что-то он ушел что так все сидели у телевизора вот может быть такой буйонный дисплей на сайте вот есть какой-то ведущий иван Иванович Тучков условно давайте поговорим задушевно как важно и интересны почему лапты потому что важно и почему интересны и потому что интересно не говоря о том что это будет потом таким пустым так сказать импульсом для коммерческих так сказать продаж но кроме того народ вдруг увидит что есть вот Ван Ванш выпустил прекрасную книгу про итальянские виллы например но это один раз прозвучит 15 минут и народ побежит от книг и будет требовать от Риммитно чтобы это было за 600 рублей один экземпляр там а за за 150 рублей тоненькая книжечка но и тиражом там 10 тысяч это вопрос ну как это надо бы делать на мой взгляд ну потом вот и последние два года вы знаете вот я не знаю не давать советы издателя нет это не советы как лучше делать нет нет это такие вот как-то истории нет на самом деле это такие ламентации завистливые потребители которые говорят вот я прихожу вот сам вот итальянских там или французских даже польские наверное книжные магазины я вижу что там есть прекрасные книги изданные за дешевую цену и помимо них еще еще достоинства они маленького размера они на полках помещаются а у нас это нет а у нас это профессионально если вы пишете 800 страниц то никакого дешевого и причем научной литературы никакой дешевкой не быть не может во-первых такая толщина которую не осилит большинство даже не просто читателей но и коллег по целям все смотрят предисловие и послесловие давайте быть частными друг другу и потом если это научное издание оно требует серьезного корректора проверок и так далее дешевое издание безграмотное нет но я на самом деле в честь практически действительно определённо и вот что то знаете вот у меня проходит берется абсолютно тот же интегральный текст который вышел в издательстве наук или в издательстве я не знаю там МБУ и так далее абсолютно интегральный там как решаются права там авторские триггеры абсолютно тот же текст создается в дешевом варианте по бумаге да и потом обложке и становится это доступно так что я сейчас я ну так сказать раньше я не знаю там все помнят там советское время комитетские книги там того же самого в советское время работала без вот скажем Баткина Баткина Брали по всему Баткина вышла книга итальянский гуманистский добавить 150 тысяч экземпляр все сразу расходилось то что говорили бежали покупали сейчас я прихожу так сказать я найти то все могу денег так сказать не хватит даже на то что в общем то нужно да вот если эта проблема для меня это парадокс ittан сейчас получилось что в портбе надо потому что сейчас Я не знаю, что в кризисе, что там говорится. Тема другая, так сказать. Ну, в кризисе у нас пост есть, в сообществе. Ничего не скажут, да? Ну, понимаете, вот, ностальгически у нас в советское время, в последнее, в 87-м, 88-м году, создалась только сама по себе Советская Ассоциация Молодых Историков. Образованная известная САНИ, да, САНИ, Советская Ассоциация Молодых Историков. Но ассоциация-то не появилась, они потеряли, так сказать, свое розовое детство, так сказать, молодость, и вместе с их молодостью была ассоциация, да? Я, например, это тоже объяснить не могу, да? Потому что, в принципе, все предпосылки, это никаких денег не стоит, на самом деле. Это, так сказать, никак не требует их безумных усилий, да? Ну, вот, когда я кинул такой клич, иногда, так сказать, приходя, так немножко, я пришел, однажды говорит, слушайте, а давайте поздравим ассоциацию. Все как-то, наверное, посмотрели на это, довольно кисло, да? А, опять, Саша, опять... Но в той же самой Франции, в которой Георгий Александрович, ну, там огромное количество дел и вот такого рода вещей делает как раз эти ассоциации французских историй разного профиля и иногда только общего. Ну, заметьте, он нас собрал студенческое научное общество. Студенческое научное общество. Мы приближаемся к страшной опасности. Все сидящие здесь векторы. У нас у всех, ну, три биологические часы, час третий. Это ставится все более заметно. Ну, я думаю, что мы кофе-брейку все-таки дотягим. Я хотела вернуться вот к этой проблеме. Изменение ситуации в обществе, которая, на мой взгляд, связана с изменением образа историка, его роли и образа академического человека в целом. Я сейчас не буду раскрывать эту тему полностью, но, на самом деле, действительно, в 19-й век, в 20-й создали такой вот тип академического человека, который в обществе имел очень высокий символический статус. И, на самом деле, вот образ этого академического человека закладывался в 19-й веке. В советское время он был воплощен вот в такой тип такого придурковатого профессора, который делает немножко смешные вещи, но, тем не менее, это человек, который называет почтение, вот именно своей какой-то непонятностью, погруженностью в этот какой-то свой мир, где производятся какие-то ценности, которые общество признает как высокие ценности. Наш век показывает, что роль вот этого хранителя сакрального знания, она немножко уходит. И я вот пыталась проследить, какой образ академического человека и гуманитарии в частности у нас будет развиваться в нашей письме. Вот как явлен академический человек, у нас он, например, в художественном кино, в общество почти не гад, а если он явлен, то он представлен там либо медиком, который продает органы, либо исповедом, который торговый. Вот это человек, который сформировался внутри вот этой высокой академической субкультуры и как бы продолжает ее нести. И оказывается, что язык, это субкультура, это не может, должен быть понят обществом на самом деле. И когда вот академический человек оказывается в каком-то ток-шоу рядом с теми, кто профанирует, он очень в невыгодной ситуации, потому что он начинает говорить, что вот есть такие вот мнения, а это еще не следует. И сразу становится скучно, потому что депутат говорит, что было так, вот слушайте меня. Дальше я перехожу к тезису, который здесь заявлен как методики для факультета, возможно, реконсенсу и необходимые действия. И вот здесь я хочу сказать о том предприятии, к которому я имею непосредственное отношение. Это вот та администратура нашей кафедры, которая называется очень сложная. Историко-структурное наследие, информационное обеспечение и методики. Вот эта идея мной, так сказать, продвигается, и кафедра здесь меня поддержала. На самом деле, это действительно проект, который связан с подготовкой менеджеров, двухлетняя подготовка, как бы часть выпускников из ТФАКа. Но по большому счету, мне хотелось в этой специализации представить как бы новую модель, которая, на мой взгляд, связана как раз с теми новыми вызовами времени, которые мы не можем налить. То есть историк у нас должен выходить не только как сотрудник академических учреждений, он должен играть какие-то разнообразные роли в обществе, при этом сохраняя вот этот свой академический потенциал. И вот эта администратура, которая сейчас еще пока практически не раскрыта и не начала работать, она предполагает подготовку по тем направлениям, которые связаны именно с популяризацией ценностей. То есть сначала мы как бы достаточимся на том, что мы, собственно, считаем ценностями, а потом это там, если понять, как это можно продвинуть, через какие практики, с помощью каких методик и техник, даже более того. Значит, в курсах, которые давно не заявлены, присутствуют и музейное дело, и курс по исторической памяти, и курс, который посвящен детскому репрезентации, историческая эссоистика, на самом деле, это действительно надо учить для исторического факультета, и, конечно, талантливый человек всегда сам интуитивно может выйти на это, но практически мы учим студентов писать только в одном жанре, в жанре курса обоих. Вот как-то перейти к эссоистике и попробовать ориентировать на то, чтобы студенты могут писать в разных жанрах, это как бы какая-то сверхзадача, которая отдана науку к тем, кому интересны эти проблемы. На самом деле, все эти вещи, которые заложены в этой системе курсов, они и представляют собой эти новые ориентиры, которые, как мне кажется, должны быть распространены на вообще всех факультетских выпускников, которые в той или иной степени должны быть хотя бы указаны на то, какие возможны пути репрезентации исторического знания. И вот эти ценности, которые абсолютно бесспорно, они как бы у нас погружены в этот исторический процесс, все это развивается на мелкой специализации, и каждый занимается на своем. Я бы сказала, что, хотя эта инвесторатура утверждена официально, я бы сказала, что факультет в общем-то проявляет однодушность к этому направлению. А это как новое направление всячески нуждается в продвижении, это нужно рекламировать, здесь нужно сломить какие-то стереотипы, нужно рассказывать об этом, нужно объяснять, зачем, почему это нужно, и что это дает. Естественно, качеством не может заниматься такой рекламой. Здесь нужны какие-то другие механизмы, которые, как мне кажется, на факультете должны заработать. Это вот тот самый пиар, которого мы, в общем-то, практически не имеем. И вот такие модели, как мне кажется, очень тесно связаны с той проблематикой, которая сейчас затратится всеми. Это умение увидеть в перспективе то, чем может заниматься наш выпускник. Он может заниматься визуализацией, он может заниматься написанием художественных текстов, он может перейти в каста музейщиков и там работать. Вот я бы указала на то, что это направление нуждается в поддержке и руководства скультета, и других кафедр, хотя другие кафедры откликнулись. И есть люди, которые даже заявили свои спецкурсы в рамках этой проблематики, с тем, чтобы человек, который начинает слушать, эти общие курсы, он мог бы выбрать любой набор спецкурсов. А исторический кафедр представляет колоссальные возможности в этом смысле. То есть набрать здесь массу каких-то уже специальных курсов под свою дистанскую работу, это возможности, которые совершенно уникальны. Вот это все. Извините, я воспользуюсь жестом в мою сторону. И буквально 2 минуты задай мне вопрос. Я представляю визуальную антропологию, которая является частью культурного наследия в этой программе. Евгений Васильевич как раз один из преподавателей этой программы. Я выслушал, уважаемые собрания, я не услышал, с исключением монологичного выступления моего соседа, ни одного слова диалог. Вот если мы не будем рассматривать проблему взаимоотношений истории с обществом, не только как популяризацию, как упрощение или развлечение, и вовлечение через высокое знание какой-то непонятной массы, и не будем заниматься тем, что мы будем учить людей понимать историю. А понимать историю очень легко через такой универсальный язык, как кино, как визуальное изображение и так далее. Поэтому я вас призываю всех осваивать визуальную антропологию, тем более, что вот теперь возникла такая возможность в рамках новой программы магистратуры по альтернации. Спасибо. Так, я продолжу. Значит, я хотел бы, вот о чем высказать, много всего интересного было сказано, даже не знаю, что это хорошо хвататься, как говорится. Так вот, история, может быть, по меньшей мере, двух видов. Может быть, история, как работа историка по анализу, то есть исследованию какого-то конкретного памятника, какого-то конкретного текста, и получение из этого, в результате этого анализа, какой-то информации. Это один вид работы историка. Другой вид работы историка – это создание какой-то более-менее широкой картины. Развитие какого-то процесса или, может быть, развитие судьбы какого-то исторического деятеля или какого-то явления в истории – это другое. И вот там, где речь заходит о вот таких вот широких процессах, там, мне кажется, что нам стоит… Там как раз вот и появляется то, о чём мы говорим – популяризация, непопуляризация, то есть умение рассказать об этом процессе, значимом таком-то историческом процессе, так, чтобы людям это всё было достаточно интересно и понятно. Так вот, я думаю, что здесь нам нужно поучиться не только у наших великих историков, но и у европейских историков 19-го столетия, у которых вообще гораздо больше искусства представлено, вот это искусство хорошо рассказывать, у каких? Ну, у таких старых мастеров, как тот же, скажем, Тен, как тот же Ренан, как тот же Мишле, как Корлей – вот мастера, которые оставили нам историю, состоящую из трёх элементов. Из собственной истории, как определённой исторической информации, определённым образом осмысленных. Из литературы, как умение эту информацию подать так, что её человек проглатывает, так сказать, с большим удовольствием. И философии. Но философии не обязательно как какой-то системы философской, а философии как отношение к истории самого историка. Сам историк должен быть личностью, и не нужно бояться проявлять личность историка, потому что личность историка – это как раз то, чего читатель очень желает, так сказать, понять, кто же ему рассказывает, и не нужно бояться, и не нужно её скрывать. Вот наша традиция российская состоит в том, что историка, как правило, почти невинна. У европейских историков, наоборот, они не боятся этого. Они дают, понимаете, и юбок, и какие-то свои наблюдения, и какие-то лирические отступления. То есть всё это делает историю живой, делает её второй жизнью. А в этом как раз и есть, на мой взгляд, одно из главных предназначений исторического знания – это вторая жизнь. Это экзистенциальное значение истории. Она помогает людям жить. А для того, чтобы люди пользовались её помощью, для этого она должна быть соответствующим образом подготовлена. Вот то, что я хотел сказать. Я, наверное, замыкаю, да, так сказать, или кому-то передам ответу. Я, во-первых, хочу благодарить студентов, которые пригласили нас сюда и слушают, продолжают слушать. То есть это идея вообще студенческого общества, так сказать. Это показывает, что, видимо, сами студенты думают о том, как дальше хотим общаться с обществом, и как, так сказать, отвечать на… давать эти ответы на проклятые вопросы, которые говорили. Но я бы вот поддержал очень Евгения Васильевича и Евгения Павловна. Евгения Васильевича в том смысле, что мы, конечно, должны, в общем-то, средотачиваться на тех вопросах, которые нам общество задает, что это некий диалог такой, да, и какие-то приоритеты выбирать. А Евгения Павловна в том смысле, что мы никогда не сможем, конечно, на их поле и с их логикой победить вот этих вот альтернативщиков, так сказать. Они всегда, ну, то что не можем победить, мы не сможем победить их в такой вот дискуссии на их волне, потому что обычно эти споры оппоненты ведут в ненаучном и неуважительном стиле. Подавляться им нельзя. Но если мы упустим, так сказать, занятие, ну, популяризацию истории в каком-то виде, в письменном, в устном, отвечая на вопросы, так сказать, может быть, так подробно отвечая на вопросы, приходится следить на вопросы к тому, а приходят люди и спрашивают, что вы здесь копаете, и так далее. Если мы это упустим, то это поле действительно полностью будет занято теми, кто занимается не столько экономизацией, а столько пишет про другую альтернативную историю. И, ну, как, у нас... Сами знаете, кто, да? Выдающийся математик, и его адепт, чемпион мира по шахмату, и известный сатирик. У них уже всё своё, своя история, которая, как-то, как-то, очень популярна, и в чём-то простая, и так далее, и тому подобное. Но вот спокойно разбирать, критиковать их позиции, их беседы, и письменно их печатные труды, демонстрировать их научную несостоятельность, я считаю, можно и нужно. Это, по сути, тоже элемент популяризации истории, поскольку в ходе этого анализа, комментариев, комментирования, так сказать, уже приходится не только какими-то специальными вопросами заниматься, но и общими, и для почитателю массовому понятно, потому что это будет ему интересно. Иначе просто эти позиции не дезвоевывают и как-то сгромят. И слушатель или читатель сам научится тогда первичной критике, или, по крайней мере, первичному анализу услышанного, вместо того, чтобы принимать это на веру. Теперь, что касается, возвращаясь к тому, сказал Евгений Васильевич, а что, собственно, от нас ждёт общество? Мне кажется, на каких-то, так сказать, вопросах средоточены этот запрос социальный на историю, который, на мой взгляд, он просто действительно является частью общего запроса на объяснение того, зачем существует наука. Наука должна оправдывать своё существование. Не специально, но и, так сказать, прагматически, потому что налогоплательщики платят и имеют право узнать, а что, собственно, мы тут делаем на их средства, особенно, когда мы большую экспедицию проводим. У нас механизм работает, который там скрепленный дозер, требует новых денег. А что вы копаете? Значит, что, о чём меня всегда спрашивают? Кто здесь жил раньше? Кто такие скифы? Кто такие миоты? Кто такие славяне? С каким современным социальным уровнем можно сравнить статус захороненного в данном Кургане? Насколько древние те или иные народы? Как давно появился их язык? Общение с учителем истории, который пришёл на раскопки на Курган вечером, надежурил на нём, так сказать, у меня было время. В 2001 году я отпустил учебницу и расстался, и мы дискуссию ввели в лесовой книге, которую он читал подлинно. Я сделал подделки в корпусе изданий русской литературы, что Олег Викторович Ворогов посвятил ему такие-то труды. Но это на него не действовало совершенно, хотя мы разбирали, общались, солнце захотело. А когда я сказал уже, тяжёлую артиллерию пусть его хватит. А Рыбаков? Какой это твой Робов? Это что такое? А Рыбаков? Это был просто ударом для него страшным, потому что это был, как сейчас говорят, разрыв парадигмы или что-то. Потому что это авторитет. Это и сразу начались какие-то конструктивные взгляды. Сначала, конечно, авторитет, в какой-то мере вера, потому что Рыбакову нельзя не верить в первую историю страны, так нам его поставили. А приводил он нам на лекцию на первую, когда был Рыбаковский. Что тут скажешь? А Рыбаков написал статью в Рыбаковской истории в 1977 году, номер 6. Вместе с авторами, где доказывал, что это подделка. И вот с этого начинается, с таких моментов, начинается какое-то открытие каких-то истин, может быть, даже в таких ситуациях. Конечно, всем хочется, чтобы тут народ жил подревнее. В Кавказе, чтобы свой народ жил подревнее. Такое есть момент. Даже в науке это у нас есть. У нас идет сугубо местная внутренняя скифская дискуссия на тему удревнения скифской археологии. Это просто, что называется, хочется вот видеть подревнее. Такая тенденция такая есть. Положение женщины в скифском и сарматском обществе. Кто мне задавал такие вопросы? Как вы думаете? Это были девушки, которые были будущими актрисами, и участвовали они в подготовке студии, национальной студии осетинской в рамках Щукинского училища. Меня тогда пригласили с лекцией, я им рассказывал о скифах, сарматах. Вот это их живо интересовало. Как на основе археологии можно это привести? Вот это, видимо, была такая больная тема, и они спрашивали. Моды люди спрашивали, как они относятся к скифам, к сарматам, к этим воинам, какая связь с осетинами, а вот девушек интересовало гендерный такой вопрос. У меня была в дискуссии такая беседа с тренером по толканию ядра, с которым я ехал вместе в экспедицию, с осетином, который ехал в Кавказ, богатейших знаний человека с глубоким интересом к истории собственного народа, и кавказских народов, и вообще, и какие-то балансы мы там нашли. В общем, я здесь вот начал со студентов, я приготовил такую цитату, как его готовить к этому круглому столу, и, естественно, из рассказа Антона Балтичехова «Студент». Прошлое, думал он, связано с настоящей непрерывной цепью событий, вытекавших одной из другого. Ему казалось, что он только что видел оба конца этой цепи, и дотронулся до одного конца, как другому кругу. Вот на этом нерве, мне кажется, общество к нам, в общем, обращается. Второе, как мы должны отвечать на этот запрос? То есть, в популяризации должны быть свои ограничения. У меня есть грань между популяризацией и сознательным искажением. Увы, это бывало в истории истории истории, истории археологии, и время от времени появляются запросы «найдите нам Чингисхана», «найдите нам». Если вы докажете, такой абсурдный еще вариант, когда тогдашний президент Калмыкии сказал, что принял законы, указ там они, точнее, приняли, что копать не разрешают археологам, если только они не докажут, еще не копают, что вот здесь находится могила Чингисхана. Тогда, а надо знать, в Калмыкии непременно, тогда вот. То есть, это давление, на виду, так сказать, с большим общественным интересом, в то же время давление снизу и сверху, оно, конечно, мы должны, так сказать, его ограничивать. И ограничивать здесь опять вот можно привести уже из Александра Сергеевича Кушкина цитату известную «Нечты поэта и историк строгой гонит вас. Увы, его раздался глаз, и где же чарование света?» Здесь есть какие-то границы, и есть какие-то вопросы, где мы можем отвечать, оставляя какие-то варианты и вариации для того, чтобы, так сказать, как-то сам, может быть, домыслил, я вас понимал, что не все известно. Есть вещи, в которых мы должны ставить крепко насчет того, что Древняя Греция была, Древний Китай был, Волга попадает в Каспийское море, а, так, вот, смотри, Ильяну написал не Гомер, а какой-то другой стоит, который слепой. Написал все-таки... В библиотеке Ивана Гроздова. Да, да, библиотеке Ивана Гроздова. Вот. Значит, а что, Ильяну написал Гомер? Ну, это законы мужиков. Проблема эта, я считаю, широкая. В США тоже есть альтернативная история. К нам рвались какие-то археологи с ней выступить, там есть сообщество. Мне кажется, я не очень знаю, но мне кажется, что у нас все-таки интерес к истории больше в нашей стране. Мы все время рефлектируем, все время ищем в прошлое. Может быть, когда у нас столько же времени пройдет французская революция от нашей, то живем, подождем, Георгий Вячеславович, вот, и, так сказать, увидим, что тогда может быть общество придет как только примирение, да? Время покажет. Поэтому я думаю, что я просто именно потому, так сказать, папа своего выступления состоит в том, что в каждом случае надо выбирать какие-то свои вариации. Есть ли возможности, так сказать, устно довести, как бы рассказать. Я никогда не отказываюсь от лекций в музеях, там региональные, где я бываю. Всегда это очень как-то люди с интересом относятся, приходят. Хотя это, вроде бы, тематика бывает достаточно далекая от современности. Но всегда все равно мы выходим на современность, там какие-то параллели и так далее. И второй момент, что, конечно, вот есть какое-то ограничение, есть граница, за которой начинается уже альтернативная история и есть фантазии на тему истории. Вот я лично такой строгий противник вот этого вот, простите, такой игры с историей, такого просто пандемийского подхода, когда вот мы можем так подходить, можем так. Все зависит от мнений, от авторитетов. Мнение-то Вася Александровича Рыбакова сыграло роль в этом примере, но Вася Александрович сам никогда при всех своих различных, так сказать, смелых гипотезах по поводу происхождения славян, не пресекал научную границу, потому что он очень много знал, он понимал, что такой научный метод и так далее. И вот эта как бы вера, она здесь сработала и в смысле знаний. То есть вот такие ситуации, если мы будем находить на этом сочетании, может быть, что-то будет получаться. Вот, ну а письменно, это, конечно, опять же, я хочу вернуться вот таким трудом, как Игорь Сергеевич, о тех, о которых вы сейчас упоминали, потому что, если, я считаю, историк пишет и талантливо пишет, это замечательно. Я считаю, что такая вот историческая литература, которая написана не очень талантливыми литераторами, а просто заманкой является как бы, сама историческая тема, она является как бы, так сказать, приманкой, она мешает только, во всяком случае, я к ней отношусь не очень позитивно и призываю, по крайней мере, не внедрять ее в такой, собственно, исторический контекст, научный контекст. Ну, а если это такой масштаб, как Война Амир, Льва Толстого, которая... Тремушки терра. Тремушки терра. Мы все-таки не судим о Франции, мне кажется. Мы не понимали. Судим? Ну, хорошо. Ну, значит, опять это освещено временем и писатель. Во всяком случае, кроме вот этого процесса письменной культивизации, есть, конечно, множество задач устной, вот этих вот бесед, общения, не закрываться, говорить, не бояться детских вопросов, потому что детские вопросы задают весьма взрослые люди. А когда ты находишься внутри своей темы, это у меня коллеги, каждый специалист не дадут соврать, тебе уже кажется, что ты, так сказать, здесь все знаешь, и как бы вдруг тебе задают такой вопрос, который тебе самому открывает какие-то горизонты, приходится работать просто как исследователь. Это уже не касается слушателей, это твоя, так сказать, твоя личная, как бы, научная линия, которая даже стимулирует это общение. Поэтому вот общайтесь, старайтесь, ну и пишите, я уже к студентам обращаюсь, пишите, вот так же, как примеры, которые вам говорили. Вот и все, собственно. Спасибо, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Время неумолимо, и оно подходит к концу. Но, предваряя это, конечно, надо сказать большое спасибо студенческому научному обществу, которому собрало здесь такую дискуссию, которой бы завидовали бы и, наверное, и России сегодня, и Дартас. Но, к счастью, дискуссия проходит на лист-факе. И, особенно, отдельное спасибо Виктории Кузьевой. Персонально, да? Спасибо большое. И Сейни Личок за организацию России. Друзья, понятно, что вопросов остаются больше, чем ответы. Но, вместе с тем, у нас есть неожиданная форма. Это можно растерзать спикеров, которые выступали на крупном столе, задать им вопросы в неформальной обстановке сейчас. Потому что, я думаю, что, если мы формально продолжим дискуссию, это затянется надолго. Если вы согласны к такому, то мы готовы закруглить наш полукруглый стол и перейти к вопросам неформальным, которые вы можете задать персонально. Кому хотите? Кого отловите? Закройте двери, пожалуйста. В смысле, тут? Тут. Ну, тут, да. Спасибо большое. Удачи. Всего доброго. Надеемся, что это только первая из череды многих наших встреч.